С коронавирусом справились еще 7 ставропольцев. Общее число выздоровеющих в регионе превысило 235 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки выявили 5 случаев заражения. Новых летальных исходов не зарегистрировано. По-прежнему важно соблюдать правила эпид-профилактики. Ставропольские добровольцы и мобилизованные могут получить кредитные каникулы. Меры поддержки бойцов судили в краевом правительстве на совещании, которое провел губернатор Владимир Владимиров. Министерство экономразвития региона уже подготовило обращение к банкам. И к началу декабря рассмотрено больше 30 случаев, когда для участников спецопераций или членовых семей была приостановлена оплата процентов по кредитам. Кроме того, губернатор отметил, что в регионе есть резервы для социальной поддержки земляков. Бюджетные показатели выполняются, налоговые сборы выполняются, безработица находится на минимальных уровнях. Наверное, за всю историю нашего Ставропольского края социальные выплаты мы полностью на 100% в 2022 год закрываем. В Селегофицком капитально отремонтировали историко-краеведческий музей имени Бельгарова. Там обновили фойе, выставочные залы и разделили учреждения на несколько функциональных зон, сообщили в региональном министерстве культуры. Также закупили мебель, проектор и кран. Теперь пространство подходит для комфортного проведения досуга. Все это благодаря краевому проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В Новом Янкуле отремонтировали врачебную амбулаторию. Специалисты утеплили фасад медучреждения, заменили кровлю, окна, двери и установили пандус, сообщили в региональном Минздраве. Также привели в порядок кабинеты врачей, обновили полы и инженерные коммуникации. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Курском округе завершается ремонт 8-километрового участка трассы Новопаловск-Курская-Моздок. На отрезке постелили современное покрытие. Сейчас приводят в порядок обочины и устанавливают знаки, сообщили в региональном Миндоре. Обновление проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».